ФКУ ИК-2 ГУСИН России по Свердловской области Печально известная колония не только в Уральском регионе, но и печально известная колония во всей Российской Федерации Про эту колонию знают во многих уголках мира Печально известная слава идет вслед за историей этой колонии десятилетиями Меняются начальники, меняются какие-то ключевые кадры Но не меняется одно Заключенных пытают, убивают, насилуют, издеваются, шантажируют И цели здесь две Либо с них вымогают деньги, бизнес Либо их заставляют признаться в том, чего они не делали Либо их заставляют подписать такие показания, которые угодны следствию И что было мною запримечено Это то, что почти каждый участник резонансных уголовных дел Проходили через ИК-2 Находясь там во время следствия Отбывая там наказание после приговора И вот появилась возможность наконец-то Понять на основании частного случая Что происходит за стенками ИК-2 С участниками резонансных дел Как их заставляют Дать нужные следствия показания Как из них пачками выбивают явки с повинной Как их пытают И все это делается в тот момент Когда уголовные дела имеют большой общественный резонанс Это говорит о том То, что те люди, которые совершают откровенные преступления За стенками ИК-2 Ничего не боятся И не боятся Потому, что Почти никогда Никакой ответственности Нет В Екатеринбурге суд вынес приговор Участникам так называемой банды Клока На скамье подсудимых Помимо самого организатора ОПГ Михаила Клока Оказались его сообщники Валерий Пивоваров и уроженец Литвы Ромас Замольскис В криминальных кругах он был известен как штатный киллер Более 10 лет Замольскис находился в международном розыске За убийство, совершенное на территории Литвы От его рук, по данным следствия, погибли 7 человек В том числе полицейские и инкассаторы Что касается группировки Клока То она появилась на Урале еще в конце 90-х Специализировалась на разбоях, кражах, грабежах Также на счету участников ОПГ Несколько покушений на убийство предпринимателей Организованную группу отличали четкое распределение ролей Между соучастниками при подготовке и совершении преступлений Тщательное планирование преступлений и применяемых методов конспирации Всего в группировку входили 8 человек Пятеро из них уже были осуждены ранее И вот сегодня вынесен приговор остальным участникам ОПГ Замольскис получил 16 лет тюрьмы Пивоваров 11, Клок отправится за решетку на 4 31 год российской тюрьмы для интернациональной банды Суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор Литовскому киллеру Ромасу Замольскису и его подельникам На счету группировки несколько преступлений В том числе подготовка заказного убийства В Екатеринбурге сегодня поставлена точка В истории одной из самых опасных преступных группировок В Верхоседском суде вынесен приговор членам Так называемой банды Клока На счету осужденных разбои, грабежи и покушения на убийство Однако подсудимые вину отрицают даже после оглашения вердикта Сейчас вот совершилось преступление, заведомо ложное решение вынесли Замольскис, он совершил ряд преступлений Это и разбойное нападение, это три грабежа Это два преступления, связанные с незаконным оборотом оружия Мы удовлетворены этим наказанием, которое определено судом И Замольскису и Клоку и Поварова Сегодня 4 марта 2017 год Мы находимся в квартире Алексея Бешнева Собрались мы здесь по определенным событиям И как вы видите, я здесь не один Представьтесь, пожалуйста Ликотина Светлана Александровна Я жена осужденного на сегодняшний день Человека, называемого Замольский Сронос Хорошо, Алексей, наверное, сам расскажет Почему сегодня мы оказались именно здесь То есть, какие события этому предшествовали Ну, где-то примерно месяц назад я смотрел телевизор Смотрел новости Шеремета Тау Вот, и увидел там, как заявление, или что было такое Ну, что нуждается в помощи Ромаса Замольскиса Жена Вот, ну, в том плане Нуждается А в какой помощи конкретно? А в помощи в той, что если кто-то знает Какие-то сведения о Место на Хривой О пребывании Ромаса на ИК-2 Ну, пытки, либо что-то такое А, ИК-2, города Екатеринбурга, Северской области Сегодня в Екатеринбурге, в его интернет-проекции, конкретно в Фейсбуке Светлана Микотина, жена известного литовского 46-летнего киллера Истребителя полицейских и инкассаторов Ромаса Замольскиса Мотающего на зоне 16-летний срок Объявила супернаграду Квартиру на Уралмаше за видеодоказательство пыток ее мужа В исправительной колонии номер 2 Ну, что-то из цикла опять двойка Друзья, вы когда-нибудь слышали, чтобы у нас в горах кто-нибудь обменивал квартиру на видео? Вот это прям аттракцион невиданной щедрости Мы сегодня сообщились со Светланой И она пояснила, что речь идет не совсем о квартире, а об офисе в Челябинске Но по факту это бывшая однокомнатная квартира Переделанная в нежилое помещение Стоимостью 2 миллиона рублей И все это она сделала по просьбе своего мужа Спрашивается, почему Светлана готова пойти на такие жертвы? А все потому, что она считает мужа невиновным Ну, а точнее, она считает, что ее мужа посадили за решетку вместо другого человека И все его признательные показания, по ее мнению Из Ромаса якобы были выбиты под пытками на двойки И Светлана знает, что якобы должны быть видеодоказательства этих издевательств И думается, если есть человек, имеющий выход на такое засекреченное видео И может его скопировать То за целую квартиру на Уралмаше он может и поступить за принципами Связаться с ней Вот, вышел в интернет, зашел на сайт, вот и связался А вы, получается, обладаете какой-то информацией То есть о пытках в отношении Замольских Да, в то время я находился на ИК-2 Работал санитаром А находились на ИК-2 в качестве кого? Работали, то есть волнонаемные или осужденные? Осужденные То есть вы отбывали наказание в ИК-2 А в какой период вы там были? Я там был с марта 2014 года по март 2016 года Ну, 2014 и 2016 это 2014 год и 2016 Да Я сейчас задам Светлане вопрос А Светлана, а ваш муж Ромас Замольский В какой период был на ИК-2 вообще? Ну, его задержание было 15 августа 2014 года До этого он был в два дня В 23-й городской больнице На Уралмаше, города Екатеринбурга Но потом был переведен уже в областную больницу ИК-2 Ну, то есть, получается В тот период, о котором заявляет Светлана То, что в отношении ее мужа были пытки Вы были там То есть, вы видели все это своими глазами И то есть, Ромаса вы лично знаете? Ну, да, там познакомились При мне его привезли в августе А как его привезли вообще? Ну, вот Мы находились в расположении больницы Это при ИК-2 Вот И нам сообщили всем собраться Ну, всем санитарам отделения Всем собраться с завхозом Ну, старшим отделением Санитарам всем собраться внизу Все собрались Нам сказали, что сейчас привезут Очень одного важного человека Все, заехала газель Со спецназом В масках все были с автоматом Какой период времени? Это было уже вечером Где-то часов, наверное, в 8 Или в 9-м часу это было Ну, я точно не помню Ну, было светло, но уже все Рабочий день был закончен Все уже все отдыхали Вот И позвали санитаров Чтобы они Но это после отбоя было уже? Да, после Нет Отбой в 10 часов А, в 10 часов отбой Перед отбоем Перед самым Да, перед отбоем Вот Позвали всех санитаров Нас собрали И позвали, чтобы вынесли его Из газели Он был на носилках С ранениями Вот И подняли его на второй этаж В 7-ю палату А в чем он был одет? Вот Одет я не помню В чем был Вообще не помню Хорошо А что дальше происходило? Он был накрыт этим одеялом Я помню точно Вот Одеяло было сверху Вот Поместили его в 7-ю палату На втором этаже 1-е хирургическое отделение После чего К нему подошел дежурный врач Он там Проводил медицинские манипуляции С ним там То есть с ранениями Там Восстанавливали Не останавливали кровь Аппарат Элизарова Его мы восстановили Так как была раздроблена Кость от пулевого ранения В нубе В бедре Вот Вы присутствовали на операции? На операции нет Там в операционную Нас не пускают Как бы Операционный санитар есть Но я не относился к нему Я просто находился рядом С операционной Я был тогда Помощником Старшего санитара В первом хирургическом отделении То есть А кто ему делал операцию? То есть вы не знаете? Нет Пасынков скорее всего Константин Борисович Потому что он занимается Металлоконструкциями Вообще восстанавливает аппарат Элизарова Ну Да Травматолог Вот его привезли Дальше что происходило Вот Событие Нас вот интересует Вообще А где он в палате? В каком месте? В каком? В седьмой палате Это седьмая палата Находится Там две палаты Всего на этом В этом коридоре Шестая и седьмая Маленькие палаты Вот Его положили туда Привязали ему руки Вот он все время Пока там находился Он был привязан А это В какой период времени Он там был привязан Он находился Сколько он С августа С августа По По тот момент Пока его не увезли На Москву Вроде он поехал Что ли На экспертизу На экспертизу Вот точно А когда его повезли Это ему уже А прием месяц Да А получается С августа какого года Он был привязан 14 С августа 2014 Года По апрель 2015 Года Он был вообще Привязан Постоянно Маленькие были привязаны Постоянно Только отвязывали Когда приходил Адвокат Либо приходили Это Вот когда следователь Приходила к нему Закрывала 201 Ну то есть 217 Ну раньше 201 Да Закрытие уголовного дела Озникамления Обвиняемого По окончанию Производства В этот момент Только тогда его отвязывали Эти вязки Прятали под матрас А чтобы никто не видел Да Чтобы не видели Это получается Была определенная Пытка вот такая Да Ну Привязывали для чего Его Были основания Для чего-то Или это привязывали Для того Чтобы как бы Показать свою власть Усмирить его Допустим Какие-то активные действия Может он уже сопротивлялся Против необоснованного Обвинения Еще что-то Это вот На ваш взгляд Он был вообще добрый Отзывчивый С ним можно было Поговорить хоть о чем Ну то есть Получается Ну единственное Что с ним разговаривать Было сложно Потому что стоял Диктофон Стоял постоянно У него в палате Под батареей Батареей знаете Закрыта этим С решетками С такими деревянными Вот деревянная решетка Отодвигалась В левом углу Прямо за его головой И туда остался Диктофон Вот смотрите Получается Ну я как понимаю Основание для того Чтобы держать на вязках Это получается Сколько месяцев С 8 месяцев Человек был просто Привязан Обездвижен Без оснований То есть Это было Как определенное давление Что-то же хотели То есть От Ромаса Ну это Как бы это хотели Это уже на 4-й день Его пребывания А кто Вот смотрите Его привязали Там То-то То-то делали Давайте я вам расскажу Как было Вот его привезли Сделали ему операцию Все Сделали аппарат Элизарова У меня 3-4 Он пролежал Потом после этого К нему Где-то В начале 12-го ночи Пришел Чубаров Саша А Чубаров Саша Это осужденный? Да Это осужденный Вот он работает Это так называемый Как Ну красный То есть Ну лагерь красный Сами же понимаете Твойка Вот он должностной А кем он работал? Он был завхозом 3-го отряда 3-й отряд Это непосредственно Люди Которые Расконвойка Они ходят В спортивных костюмах У них там Все дозволено А товарка Не ограничена Когда захотел Вышел лагерь Когда захотел Зашел Ну как вышел лагерь То есть Они за пределы Лагеря не выходят Но в самом лагере Ходят Ну то есть Им созданы То есть Очень благоприятные Условия Которых У других Осужденных Нету То есть Это как В качестве Какого-то Почтения За что-то Вот я вам Пояснить хочу За что Вот пришел Где-то в полдвенадцатого Ночи Тогда был Назар Назаров Саша Осужденный Это тоже Да Это короче Был комендант Политом Больницы Вот он поднялся С ним Еще двое С ними были Я их не знаю Как бы увидел Пару раз Не знаю Кто такие Здоровые парни Все И вот сказал Чтоб с продола Всех убрали Что если из санитаров Кто-то не спит Чтоб никого на продоле Не было Вот он меня к себе Позвал Вот Назаров Вот и это И что сейчас Вот эти парни Пойдут в седьмую палату В заморскую службу Чтобы я стоял Рядом с палатой А еще Чтобы это Камеры Отвернули На продолах А получается Тот момент Когда вот Приходят активисты Для каких-то Вот действий Да Камеры отворачивали Отвернули камеры И соответственно Получается Записи Которые могли бы Подтвердить Действительно Какие-то пытки Должностные преступления Преступления Осужденных О них просто нету Всего того Что это все Отворачивали Он лежал тоже Прямо под камерой У него палата Одиночная Была там камера Вот стояла Прямо на него Вот когда приходили Вот эти вот Они на протяжении Недели ходили к нему Они это кто? Вот Чубаров Конкретно Саша И двое с ним Приходили еще Ну то есть К нему приходили Осужденные А что они С Ромасом Делали? Вот я вам говорю То есть То что я видел Они единственное Куда еще Не зашторили Окошко В палату На каждой Палатах Есть окошки Ну стеклянные Чтобы увидеть Непосредственно Что происходит В палате Ну чтобы там Не было каких-то Конфузов Там если плохо Кому-то Чтобы могли Постучать Или что Ну чтобы был Контакт с засудинами Которые находятся Там на излечении Вот И камеру Отвернули Тоже там В этой палате Вот Я попросил Санитара Ночного Дневального Чтоб он Отвернул камеру Ну потому что Мне отдали Распоряжение А попросили Санитара Ночного Дневального Вы фамилию Помните Этого сужда? Скочин Миша Скочин Миша Да Он тогда тоже Находился Там Вот он Освободился В том году В июле Вот И значит При мне Что я видел При мне было Такое Что они зашли А вот У одного из них Была камера В руке Вот И стали с ним Грубо разговаривать Типа Ну что ты там Ну как Не хочу Передавать эти слова Там очень грубые слова В женский рот Ставили его всякую Вот И схватил его Вот этот Чубаров За аппарат Элизарова И давай Крутить его В разные стороны Вот там Орал Он вообще На весь продул То есть Получается Они Вот эти Осуденные Пришли И Рома Сазамольский Просто пытали Двигали Аппарат Элизарова И он Получается Он же на живую Там все это Ставили Так вот Четвертый день Только он стоял Они ему вот Костью вот так Шевелили Чтобы Потом Как бы Не был свидетеля Свидетель был Миша Вот этот Скотч Миша Скотч На суждение Тоже Он был Свидетелем Того Как ему Под ногти Ссылали То ли Иголки То ли Что Он сильно Кричал Он прибежал В палату Туда Вот За что Ему ударили Пару Раз Типа Что ты сюда Бегаешь Он говорит Так не человеческий Крик Все Он говорит Думал Мало ли Может он на вас Накинулся Давайте еще раз Повторим Фамилию Осужденного Который Видел Как Ромасу Замольски Под ногти Загоняли Иголки Либо еще Что-то Похоже На иголки Как фамилия Он освободился Сикад В июле 2016 Года Это Просто Как бы Нам Необходима Информация Для профильных Силовых Структур Чтобы У меня С ним Я связь Поддерживаю По интернету То есть Он на контакте Да Вот И То есть И потом Мне это Они Как заставляли Его писать Эти показания Чтобы он Ну Сознавался В преступлении А Чтобы он Согласился Вот ему Предъявили Ромасу Определенное Обвинение В каких-то Преступлениях Его заставляли Согласиться С этим Да Он писал Как сам Свои эпизоды Вот он Потом Мне как бы Усмехнулся Такой Говорит Ну Я говорю Да что ты Это Много Листов Было Вот Причем Я ему Как-то Зашел С ним На месяц Уже Второй Или Третий Костов А я ему Задал Вопрос Зачем На себя Столько Эпизодов Взял Всего Он Говорит Так А что Говорит Ты же Слышал Видел Что Со мной Это Делаем Вот Это Во-первых Во-вторых Говорит Это Как То Что Черт С ним Богом Судья Вот Так Он Ответил Ну Да Тут Это Вполне Естественно Я Тоже Вот Понимаю Когда Тебе В костях Шевелят Аппарат Лизарова На живую И вгоняют Под ногти Иголки Или еще Что-то Тут Понятно Что В такие Моменты Когда Ты видишь Что Все Безнаказанно Когда Простые Осужденные Приходят И в Любой Момент С тобой Хоть Что Могут Сделать И Все Это Снимается На Камеру Конечно Как Б В данной Ситуации Любой Человек Согласился Абсолютно Совсем Вот И Как Сейчас Недавние Примеры К примеру К этой Ситуации Сейчас Освободился Ильдар Дадин То есть Дело Было Резонансное И В одном Из Интервью Его Тоже Пытали Примерно Так же Он Сказал К месту Что Я Сломался Через Две Минуты Пыток Как Долго Пытали Моего Мужа Пытали Как Часто Это Было На Протяжении Говорю Недели Где-то Они Ходили То есть Смотрите Это Один День Был Или Каждый День На Протяжении Каждый День Неделю Пытали Получается Да Вот И Что Еще Уходили Где-то Часа В Три Ночи В Четыре А Со Скольки Пытки Начинались Ну Вот Поскольку Десять Вот В Одиннадцать В Пол Двенадцатого Они Приходили И До Трех Ночи Его Пытали Это В Течение Недели Один раз Пьяные Пришли Часа Три Наверное Заключенные Давайте Еще раз Повторим Фамилии Заключенных Которые На протяжении Недели Приходили В Века Два Крома Замольский И Пытали Его Как фамилия Чубаров Саша Александр И Двое С ним Я не знаю Как Но я Их Видел Там Они Часто С изоляторов Ходили Очень часто В изолятор По ФРС Изолятор Ну Судя По всему Работную В какой одежде Приходили Они Они Приходили В спортивном Все Ну Это Получается Они На Расконвойном Просто Как бы В какой одежде Приходили Я не помню Точно Помню Спортивные Костюмы Ну Хорошо Это Соответственно Раз Они Ходили В такой Одежде Значит Они На Расконвойном На Третьем Бараке Были На Отряде Хорошо Вот У нас Есть Информация То Еще О То Что По По которому Привлекли В качестве Обвиняемого Ромас Замольский Пытали Еще Других Людей Которые Точно Так же Как и Ромас Пытали Заставляя Дать Показания Там Какие-то Ну Несоответствующие Действительности Признать Какие-то Обвинения Вам Что-то Про это Известно И вот Фамилии Этих Людей Которые То есть Которых Тоже Пытали Я знаю Что С ним По делу Не с ним Такой Пивоваров Поваров 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 Пивоваров Ну Я Перепутал Это новости Просто так Говорили Пивоваров Почему Я живу Вот с ним Вот так Вот общался Как с вами С поваром И вот этот Поваров Его тоже Там пытались Он находился В шестой Палате И вас По ФРС Притащили К нам На больницу Под видом Что мы Больной Мы оформили Бывало Такое Часто Что Кого-то Притаскивали На больницу Оформляли Как Желудочная Непроходимость Кишечная Чтобы попытать Что ли Чтобы он там Лежал Чтоб находился В это время Вот его пытали Он лежал В шестой Палате Вот И значит Шестой Палаты Его Вот автоклавная Там Автоклава Где Ну Такая Как вам Объяснить Вот нарисовать Я бы вам Нарисовал Вот короче Вот шестая Палата Выходишь Вот седьмая Сразу же Дверь И вот Прямо Напротив Автоклавная Там была Там Автоклавируется Вот этих Ну Бинты Вот Это Все Там Специально Там Напротив Там Избиения Проходили Вот этого Повара А Билого Леха Вот я знаю Погремуху У него Лесый Леха Лесый Да Он как раз Старшим Санитаром Был В Нижней Хирургии А в какой Период Это было Леха Лесый Какой Это Период Был Так Период 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 Но Избиения Когда У нас Были Давайте Просто Точную Дату И Нам Достаточно Леха Лесый То Это Получается Когда Это Были Это Уже Зимой Было Зимой Было Зимой Какого Года 2016 Зима 2014 2014 Я помню Его В курточке Потому Что Притащили И Его Тоже Там Избивали Пытали Да Его Избивали Пытали У него На ноге Было Еще След От Этого Ему Ударили Чем Вот Вот И Он С врачами Ругался Этот Ну Врач Кричал На Старших Санитаров Почему У человека Рана А у него Были Наколки Какие-то Или Какие-то Может Раны Какой Врач Кричал И Кого Кричал Врач На них Кричал Иванов Вот Кто Начальник Отделения Верхней Хирургии А Что Он За Чего Кричал Валерий Иванович Из-за Того Что При Смотре Его Он Увидел Вот Эти Руган Раны На Ноге У кого Вот У Ковара Вот Все Его Короче Потом Утащили Обратно Он Тоже Беларит Это Сильно Кричал Но Я Слышал Как Он Кричал Но Не Видел Это Вот Тоже Избиения Были Вот Чтоб Он Показания Давал Вот Это Непосредственно Поручили Вот Этому Алексею Вот Лысый У него Погремуха Вот Он Освободился В 15 Году В Январе Может У него Какие-то Есть Шрамы Или Что-то Наколки Или Что-то У Лысого Нету Нету Чистый Шрам Может Где-то Шрам У него На голове Вот Такой Большой На Лосине У него Была Трепанация Черепа Шрам На всю Голову Почти Он По Фарсижу Прятали Все Об этом Знаем Он Жил С телевизором В палате Шусей У них В палате В камере На Пфарси У него Вообще Все Было Мешками Передачи За насилие Поделывали Яжи Это Кто Кво 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 Организатор Кво 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 Сомоль Скис Кво Кво Получил Три Года За Все Деяние За Средствием За То Что Ему Вменили Бандитизм Или А Клоков Это Получается Тоже Участник Судопроизводства Один из Вигуантов Уголовного Дела А Клокова Пытали Вообще Клоков Клок Клок Пытали Вообще При Мне Нет Он Там Уже Отбывал На КФРС Долгое Время Он Себя Комфортно Чувствовал Он Я Говорю Он В камере Сидел У него Телевизор Был На КФРС Он Там Отбывал Все Что Ему Надо Было Ему Все Завозили Заносили Ну Соответственно Это Все Мы Понимаем Что Это Все Делается Не Просто Так Это Либо За Заслуги Он Ушел Потом Через Неделю Только Я Уснула Так Слушайте Вот Фамилия Клок Мне Почему То Известно Это По-моему В средстве Массовой Информации Я Тоже Что По Нему Слышал Группировка Клок Клок Группировка Базу Он Переписывал Что Какая То Что Слышали Я Слышал Информацию Такую Я Слышал Не ВК 2 От Людей Слышал Так Общались Что База Давно Про Блока Общая Фамилия Нет Имеется Ввиду Что Есть Видеоролик В Ютьюбе Что Он Переписывает ВК 2 Базу На Комсомольской То есть Предприятие Которое Сдало КП Этого Я Не знал Здравствуйте 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 Вы кто? Клок Группиров Да Вот Видите Даже Паскор Ты не Узнаешь Присаживайтесь У меня Просто Копия Вашего Паспорта Сразу Сперва Разом Убежали За Паскортом Вашим Так Скажите Виктор Виктор Какие Действия Мы С вами Придели Знаете Что Договор Дарения Договор Дарения Какой Организации Я Тоже Слышал Это Вот Этот Клок Про Него Мы Говорим Сейчас В данном Случае Я Просто На Слуху Фамилия Но Смотрите Получается Вообще Любых Людей И Вот Этих Фигурантов Уголовного Дела Которые Связаны С Рома Замольский Замольский Да Прошу Прощения Получается Там Любой Кто Б попал На ИК-2 И То есть Любой Человек Который Проходит По Материалам У Данного Уголовного Дела Фигурантов Там Я Так Понимаю Много Кто Был На ИК-2 То есть Я Так Понимаю Что Дали Был Абсолютно Любые Показания Которые Был Просили Потому Что Как Вы Рассказываете Это Чудовищные Пытки Допустим Человек Несколько Месяцев Больше Больше Полугода Лежит Привязанный Он Лежит Привязанный К нему Ночью Приходят Бесконтрольно Другие Заключенные Пьяные Которые Просто Выворачивают Ему Кости То есть Аппарат Элизарова Которые Ему Вгоняют Под Ногти Иголки Там И так Далее То есть Получается Других Фигурантов Вот На ваших Глазах Избивали То есть Соответственно Там Все Обвиняемые В этом Уголовном Деле Которые Были На двойке Подписали Любые Показания И то есть Веры Таким Показаниям Которые Подписаны В тот Момент Когда Они Были На двойке Ну Датированные Тем Моментом Когда Они Там Находились То есть Им Просто Нет И Исходя Из Ваших Слов Представьте Вы Живой Человек У вас Раздроблена Кость Стоит Аппарат Элизарова Вот Взяли И шевелят Его Не Возьмите На себя Убийство Кеннеди Да Я Точно Так Понимаю Скажите Пожалуйста На Следующее Утро Все Рано Врачи Приходили Проверяли Как Они На Спицы Под ногой Под ногой У него Спица Была Одна Из Спиц Была Под ногой Вот Оттуда Пошел Гной Из-за Того Что Сместилась Спица И Кость Начала Шевелиться Что Ли Ну Короче Там Стал Собираться Этот Ну Гнить Начала Вот У него Шрам До сих Пор Должен Быть Там На Ноге У Ромас Замоль Стоит Да Вот И Значит Пришел Пасынков Константин Борисович Который Непосредственно Курировал Его Ну Это Его Был Больной Так Как Он Занимается Этими Больными Вот Увидел Это И Как Потом При мне Пришел Я не знаю Он позвонил Или как Сделал Он ушел К себе В ординаторскую Пришел Исполняющий Обязанности ЕК-2 Оперотдела Савельев Вот И значит Я слышал Диалог Между ними Он начал кричать На него Он молчал Ничего не говорил Из-за чего Это все было Вот Он подошел Ко мне От пасынков И у меня Спросил Говорит Че Говорит Мы с ногой Что-то делали Я говорю Ну я не знаю Константин Говорит Он говорит Ну давай Между нами Просто Скажи Я тебя не знам Ничего Ну у нас С врачами Были нормальные Отношения Вот Я говорю Ну вроде Я видел Что шевелили Он говорит Все понятно Вот Вызвал этого И начал орать На него Ну в кабинете Говорит Как вы Что мне надо Переделывать Металлоконструкцию Сдвигать Опять Там сложно Это все Сдвигать Сейчас все Придется Потому что Ему же Его как раз Надо было На следственные Мероприятия Его следователь Хотел вывести А так как Константин Борисович Не выпускал Там у него Конфликт был Со следственными Органами Из-за этого Вот И значит Он Это Савельев Он на это Ответил Что говорит Не ваше дело Не лезьте Мы работаем Все Вышел дверью Хлопнул Там видите Просто такая Ситуация Что Что скажут Оперативники То так и будет Ну Всем там Это понятно Что там Если Избивают Или что-то делают Все равно Он травмированный Лежат Утром же Как-то проходят Проверяют Все равно Какая-то реакция Должна быть Там боятся Жаловаться Врачам Там каждый Вот лежит В палате Ночью Бывает Раз в неделю Всех выдергивают По одному Допустим Выбрали С каждой палаты По три человека Выдергивают Кто Как-то Осужденные Сами Осужденные Допустим Но это поручают Старшим санитарам Активистам Вот все Выдергивают По три человека С палаты На выбор Просто С любого лагеря Нужна информация По лагерю Либо Совершенные Преступления Не тобой Все Вот По одному Завели Нащелкали И похер Что с ним Хоть язва у него В желудках Хоть открытый перелом Хоть что Он все Сидит и пишет Ну смотрите Осужденные Добывают Такую информацию Они кому Это все Отдают То есть Это всем Руководит Оперативный отдел Но в данном случае Если руководил Оперативный отдел Соответственно То есть Следователя Непосредственно Контактируют То есть Вот В данном случае Приходили Какие-то А кто именно Помните Приходил В Савельев К нему Приходил Не раз Нет А вот Из города Кто-то Из оперативников Приходили Из города Да Приезжали Шестовики Шестового отдела Ну то есть Фамилии То естественно Не знаю Там двое Было Двое И потом еще Трое Приезжали Такие Солидные Ну как бы Одеты Хорошо Так Вот На одном Еще Такая Дубленка Была Смехом Я помню Как или Кожаный Кот Какая-то Смехом Вот Они приходили Но они С ним Разговаривали Там А и Вот В это Время Пока Они С ним Разговаривали Диктофон Убирали Постоянно А диктофон Убирали А еще Вот Мы забыли Опишите Палату Вот Смотрите Рома Замольский Лежал же Все Постоянно В одной Палате Да Там А как Номер Палаты Скажите Пожалуйста Седьмая Палата Седьмая Палата Просто Расскажите Как она Выглядит Вот Какие-то Допустим Нюансы Которые Вот Именно Там В этой Палате Есть Там Когда Из нее Выходишь Что Там В Палата После Ремонта Была Как раз Вот В 2000 Каком Году 2014 2014 В начале Года Там Сразу Она Небольшая Палата Справа Умывальник Зеркальце Небольшое Зеркальце Снимали То Ставили То Снимали Так И Вот Идет То Сбоку Батареи Закрывают Гипсокартон Идет И На батарее Гипсокартон Прямо Окно Окно С решеткой Выход Прямо На Кладбище Вот Там Два Или Три Метра Вот Тебя За Предкой И Все И Вот Кладбище Видно Все То Есть Окна Выходят На Кладбище Пололи Ну Линолем Это Все Поменяться Конечно Может Просто Вот Так А Если Какие-то Травмы Были После Пыток Кто-то Лечил Или Кто-то Кто Убирался Замольский Сан В смысле Там Постоянно Был пост Около Дверей Только Днем Убирали И То На Углу Стоял Санитар А пост Это Что Это Кто-то Пост Это Из засужденных Кого-то Садят На ночь Всего Тон ночью Сидит На стуле Перед Палатой Только Он Позвал Все Тут же Открывается Потому Что он Привязанный Был Палатой 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 На шпинге А вы Не Слышали Он Не Просился Чтоб Его Отвязали Еще Протестовал Против Этого Мы Его Отвязывали Когда Он Писал Письмо Ответы На Интернет Письма Жены И Все Да И Вот Когда Приходили Следователи Следователь Когда Приходил Вот Только На Эти Мероприятия Либо Когда Заходили Кашники В лагерь А В чем Он Был Скажите Пожалуйста В какой Одежде В больнице Белой Белуга Белая Ну Белуга Но Это Я Привы Там Выдают Специализированную Одежду Всем Одинаковую Она Белого Цвета То Обычная Да Но Она Не Белого У Белого Белого Темная Ну Не Темная Это Ну Как Желтая Потому Что Не Стирали Лежал Да Вот Он Долго Лежал Потом Уже Когда Новый Пришел Комендант Вот Он Наорал На Всех Новый Комендант Это Я Секундочку Новый Комендант Это Осужденный Да А Как Фамилия Его Не Помните Денис Баратов Денис Когда Он Пришел Вот Он Пришел Когда На Больницы Вообще Наступил Как Осужденных Перестали Выводить На Избиение Так Как Он Не Давал Этого Пругался С Начальником Оперотдела Ну Было Не Раз Вот И Он Часто Проходил Мимо Палат Заглядывал В них Ну Смотрел За Чистотой Там Чтобы Было Все Нормально Вот Он Как Подошел Палате Говорит Это Ну Меня Непосредственно Так Я Тогда Там Был Старшим Санитаром На Тот Момент Говорит Ну Ка Откинь Говорит Одеяло Я Откинул Все Он Увидел Что Там На Нем Уже Это Вот Ну Все Уже Представляете Человек Столько Лежит Потеет Под Себя Сколько Сколько Это На Тот Момент Уже Четыре Месяца Лежал В То Что Говорит Не Шевелите Его Вот Как Раз У Ему Изогновение Там Проходило Все Я Говорю Так Я Говорю Вот Только Стал Неделю Старшим Санитаром Все Он Говорит Поменяем Вот Это Все Верх То Ему Меняли Регулярно Ну Как Я Стал Старшим Санитаром Меняли Верх Регулярно Вот А Низ Вот Эту Штанину Разорвали И Вот Кстати Когда Перед 201 Перед 217 Перед Закрытием Дело Вот Его Сводили Побриться Побриться И Обмыться Сводили А так Он В каком Состоянии Это Четыре Месяца Пять Прошло А так Лежал С бородой Да Вообще Обросший Был У него Борода Была Чуть Не До Попа Здорово Получается Он Обездвиженный Лежал Конечно Могти Здоровенные Были Вот Так И За ним Вообще Никто Не Ухаживал То 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 Ну Нет Воду Для Жизнедельности Что То Все равно Давали Потому Что Он Жив Остался Приносили Ему Прямо В этот Завтрак Обед Ужин Прямо Скажите Пожалуйста А Вот Мои Передачи Я Много Передачи Передав Ваши Передачи Они Вот Они Заходили Допустим Как делается Заходят На больницу Передача Зовут Нарядного Старшего Отделения Непосредственно На которое Отделение Пришла Передача На осужденном Все Он уходит Он пришел Леха Лысый И тогда И был Леха Лысый Это Которая Сошла Мы Поговорились Вот И Вот Там Произошла Такая Ситуация Мы Смотрим Что Там Колбасу Ест Шоколад Очень Часто А Ромасу Там Вообще Чашку Принесут Там Колбаса Накидает В одну Чашку И Минералку Батулку Дадут И все То есть Получается Те передачи Которые Жена Ему Передавала Они До него Не доходили Там Доходила Говорю Чашка И все Секундочку Вот Сейчас Я вас Передью Вами Вообще Подавались Жалобы На то Что Вот Был Такой Момент Что Передачи Не передают Ромасу Там Полный Это Полностью Не Полностью То Что Вот Вы Никуда В государственном Органе Не Обращались Когда Он Был На ИК-2 То есть Я В этом Даже Не Знала Что И Потом Это Все Узнали Да То есть Я Узнала Уже Это Потом Начала Писать Что Передача 20% Как Минимум Только Мы Писали То есть Просто Нам Понятно Что Кто-то Не Заинтересован В том То Чтобы Ваши Слова Подтвердились Делать Какое-то Расследование И так Далее Вот Но В данном Случае Получается Как Вы знаете Самое Объективное Будет Расследование В том То есть Сейчас Жером Не знает Что О чем Вы нам Рассказываете Ну Вот Конкретно То есть Он Не Слышит Ни Ваших Слов Возможно У него Такой Не Будет Потому Что Выхода В интернет Века 10 Точно Нет Нигде Ничего То есть Получается Подтвердить Истинность Ваших Слов То есть Объективно Может Только Один Человек То есть Это Ромас То есть Если Ему Задать Те же Вопросы Которые Мы Задавали Вам Он Должен То есть Рассказать Об Тех Событиях Которые С ним Происходили И Если Его Допрос С Профильными Органами Соответственно Будет Проводиться И Та информация Которую Предоставит Он Будет Совпадать С Вашей То есть Это Будет Истинное Подтверждение Того Что В данный Момент Вы Нам Говорите Правду То есть Это Будет Самое Объективное Подтверждение Истинности Ваших Слов То есть Потому Что Иного Источника Более Того Который Сможет Действительно Сказать Да Этот человек Бит Правду Просто В мире Не существует Это Мое Личное Мнение И В заключение Хотел бы Отметить Одно Что По имеющейся У меня Информации Ромас Замольскиз Не отрицал Свою Причастность К Ряду Происходивших Событий Которые Имеют Место В уголовном Деле Я Повторяю Ромас Замольскиз Не Отрицал Свою Причастность К Ряду Событий События И квалификация Это две разные вещи И в данном случае В данном уголовном деле Ромас Замольскиз Стал Определенной Разменной Картой Которая Нужна Была Для того Чтобы Прищучить Очень Крупную Рыбу Прищучить Тех У кого Есть Что Взять Взять То Что Стоит Многие Миллионы И Как Показывают Дни Вчерашние Все Это Получилось И Следствие До Такой Степени Развинтило И Раздуло Те События Которые Имели Место Действительности Завысило Квалификацию Для Того Чтобы Все Таки Привлечь Ромас Замольскиз Хоть Какой То Уголовной Ответственности И Раздуло Все Это Следствие Потому Что На Момент Привлечения Какой-то Ответственности Именно Ромас И Других Участников Судопроизводства Сроки Давности По Тем Преступлениям Которые Были Совершены Прошли И То Есть Дейор Людей Не Могли Привлечь К Уголовной Ответственности И Тогда Просто Напросто Произошла Переквалификация С Одной Статьи На Другую Чтобы До Юра Оставаться В рамках Закона И Не Отпускать Нужных Людей В Принципе Все Позади И Я Просто Хотел Бы Чтобы Вы Точно Так же Как и я Узнали То Как Расследуются Громкие Резонансные Дела Получается Вот Были Наказания Сейчас Освободились И Вот Лежите Лежкой И Как бы Вроде Было Надежде На Государство Как бы Надежды Особо Нету Вот Вы Просто Озвучите Какие У вас Сейчас Возникают Проблемы Со Здоровьем И Какая Помощь Вам Необходима Вообще То Может Быть Найдутся Люди То есть Которые Смогут Нам Помочь Может Быть Найдутся Профильные Ведомства Государственные Которые Захотят Вам Помочь Может Быть Найдутся Какие Социальные Службы Которые Имеют Какие Обязанности Перед Мною Перед Вами То есть Перед Гражданами Российской Федерации И Они Тоже Среагируют Давайте Вот так Представимся И озвучим Те Проблемы Которые Со здоровьем У Вас Возникли И Какие Способы Их Разрешения Ну На Ваш Взгляд Я Вишнев Алексей Александрович Значит Сейчас Нахожусь На Койке Кровати Дома Сколько Уже Лежите Лежу Месяц Уже Месяц Ну Месяц Лишний Чуть Побольше Вот Значит Нахожусь В таком Положении Потому Что Скорая Приезжает Меня Не забирает Не забирает Из-за того Что Они говорят Что Вот Фельдшер И водитель Больше Никому Носить Меня Наносил Как Мисс Ну То есть Скорую Помощь Чтобы Увести Меня Вот Значит Участковый Врач Приходил Я Ездил В инфекционную В Тагил Там Мне Сказали Что У меня Подозрение Либо Зачемлен Нерв Позвоночный Поясничный Либо Около Межпозвонковой Грыжи Вот Ну То 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 Получается Болезни Которые В 21 Веке Очень Спокойно Находят Своё Разрешение Такие Проблемы Блокаду Можно Нервы Сделать Можно Межпозвонков Грыжов Лазером Личить Ну Это Легко Сейчас В данный Момент Какие У вас Сложности И какие Пути Разрешения Необходимы Для того Чтобы Поправить Ваше Здоровье Что Что Сейчас Необходимо Сейчас Сейчас В поликлинику Попасть И Не более Просто Снять Этина И Всё В поликлинику Поликлиника Далеко От места Вашего Проживания То есть Я сразу Говорю Что адрес У нас Есть Мы его Не озвучиваем По понятным Причинам То есть Все контактные Данные Алексея Адрес Место Проживания То есть Ну Телефон Соответственно У нас Есть Для Заинтересованных Лиц Которые Захотят Помочь В поликлинику Далеко Ехать От вашего Дому Нет Минут 5-10 То есть Вы даже Уехать Не можете В поликлинику Потому что Встать Не могу У меня Более Сильно Скорая Вас Не увозит Да В поликлинику Меня Увезут Вам Еще Нужно Проходить МРТ Как бы Да Получается Это Все Платно Да Ну И С Материальными Средствиями Какого То есть Стратили Вот На Лекарства Все Уходит Пенсия Мама То есть Получается Мама Свою Пенсию То есть Получается Все Стратила На Лекарства И Материальное Затруднение Тоже Не Позволяет В принципе Решить Те Вопросы Которые В 21 Веке Решается Очень Легко Вот Мы то будем Как бы Надеяться Что Откликнутся Добрые Люди Которые Как бы Окажут И Материальную Помощь И Ну И Уже О Профильных Службах Медицинских Социальных И И И И Я Тоже Как бы Уже Озвучил То есть Мы Надеемся Что Все Таки Алексей Вам Протянут Руку Помощи Мы Со С С Определенные Усилия Чтобы Это Посмотрели Многие И Со Своей Стороны То есть Конкретно От Канала Тюрма Лайф Мы Составим Определенные Заявления И Обращения В профильные Органы Которые Будут Способны Вам Помочь Ну И К Общественности Конечно Мы Тоже Обратимся Продолжение Продолжение